И мы не только живем, мы еще и развиваем, мы еще стараемся построить лучшее будущее для наших детей. Можно сказать, что Дневар Петров стал не только самой сильной, самой яркой, самой динамичной общиной на пространстве бывшего Советского Союза, он стал известен в мировом масштабе. Известно ведь, что молодежь, тем более люди, которые выбирают себе жизнь в будущем веке, стремятся получить самое лучшее, самое качественное образование, и некоторые из них считают, что лучше все образование получать в странах Запада, в Соединенных Штатах Америки, в Австрии, в Великобритании. А вот многие молодые люди, которые живут в этих самых западных процветающих странах, оказывается, хотят получать образование именно в нашем городе, в Днепропетровске. Они готовы приехать сюда, они готовы здесь жить для того, чтобы учиться именно в этом городе, который может дать то, чего больше нет ни в одной другой стране мира. С этого учебного года вместе с педагогическим колледжем Батхана, который широко известен в Днепропетровске и далеко за его пределами, и даже за пределами Украины, появилась новая международная академия для еврейских девушек, куда приезжают девочки из разных стран мира. Вот сейчас в них учатся 9 девочек, некоторые из них из Великобритании, многие из Соединенных Штатов Америки, из девушки из Аргентины и Бразилии. Они приехали сюда, чтобы учиться в городе, который любавический рабо-менах Мендал Шнерсон называл своим. Они хотят жить здесь, они хотят ходить теми же самыми улицами, они хотят посещать святые места, и, конечно же, прежде всего, они хотят учиться. И для того, чтобы этот колледж, эта академия давали высокое образование международного уровня, очень тщательно поработали многие люди в еврейской общине, прежде всего, те, кто занимается развитием еврейского образования. Это и Равин Мейер Стамблер, и Равин Мойша Вебер, и многие другие замечательные специалисты. Теперь у девушек есть возможность получать ежедневно видеоуроки, интернет-конференции, непосредственное общение с лучшими специалистами самых разных стран мира. Здесь, в Днепропетровске, можно учиться, задавать вопросы и получать ответы с большими специалистами в педагогике, воспитании, в вопросах еврейства и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Соединенных Штатах, на любом континенте и в любое время. Кроме того, здесь же созданы все условия для того, чтобы девушки учили педагогические методики, развивали те знания, которые обязательно нужны будущему педагогу, ведь им предстоит воспитывать и своих детей, и нести знания детям в тех школах и детских садах, где они будут работать в тех еврейских общинах, где они вместе со своими будущими мужьями будут достойными посланницами Любовичевского Рэба. У нас есть очень хорошее имя, которое мы за последние 15 лет приобрели. Очень много наших выпускниц разъехали по всему миру, работают по своей специальности, гордятся и несут вот это знание, которое получили отсюда, которое, конечно, это очень много добавило. Я вам скажу еще больше. Слава Богу, сегодня у нас технология, что вообще не имеет значения, где ты находишься. Создавая уют и нормальное, хорошее место, где девушки будут чувствовать себя как дома. У нас сегодня был урок из Иерусалима, вчера был урок из Цват, у нас урок из Бостона, из Нью-Йорка и из Австралии даже. Ведет человек у себя дома и дает урок по той же учебной программе, план, который мы заказываем. Этим образом нам удается найти самые хорошие специалисты по каждой теме, без много труда, найти это, чтобы они получили то образование, которое им надо. Конечно же, община создала для этих девушек все возможные условия для комфортной не только учебы, но и отдыха, досуга. Они живут в комфортабельном общежитии, они, конечно же, получают возможность регулярно связываться со своим домом, писать письма, электронные почты, разговаривать по скайпу. В общем, созданы все нормальные условия. И девушки очень и очень довольны, ведь многие из них имеют опыт учебы и в Израиле, и в Европе, и во многих других странах. Но, тем не менее, они говорят, что в Днебропетровске очень и очень хорошо. До этого они знали об Украине очень мало, но теперь же, познакомившись, полюбили ее. Во всяком случае, так они нам рассказали. Когда я рассказывала своим друзьям, что я еду в Украину, они очень удивлялись и пытались меня отговорить. Но я хотела составить свое собственное мнение. А на самом деле все оказалось совсем по-другому, не так, как думали мои друзья. Очень-очень современная страна. И люди такие же, как во всем мире. Это очень приятно видеть и быть частью этого. Уровень образования здесь высочайший. Преподаватели у нас со всего мира, и они дают нам самые лучшие знания. Здесь есть девочки из Аргентины, Бразилии и Америки. Мы учились в разных городах по всему миру. Но уровень образования, который нам здесь организовали, абсолютно превосходен. Община очень теплая. Все очень доброжелательны к нам. Все пытаются нам помочь и сделать все возможное, чтобы мы были счастливы. И мы очень счастливы здесь. Такая прекрасная община. В Днепропетровске программой Международной академии для девушек занимается Равин Мойшо Лев Вейбер. Это его детище, руководитель этой программы. И он уверен, что она имеет очень большое будущее. Он уверен в том, что с каждым годом эта программа будет расширяться. Будут приезжать девушки из стран Запада, Востока, Юга и Севера для того, чтобы учиться в городе Днепропетровске. Ведь в Днепропетровске есть то, что нельзя встретить больше ни в одном городе мира. Уникальная еврейская община и особый статус. Ведь именно этот город Любавич из Кереба назвал своим. Во-первых, я горжусь того, что они именно приехали сюда, в город Бетхана, который является городом Ребе. Дело в том, что Бетхана является местом, которое дает образование, которое поддерживает Министерство образования Израиля. Это очень, это немаловажно. Чтобы учиться в Иерусалиме, получает от Министерства образования, это не кунц, это не хухма. А чтобы учиться у нас в городе Днепропетровске, получает израильское образование, это большое хухма. И мы это делали. В том числе, преподавание, которое у нас есть, это как странно, но у них на расписание один день они находятся в Израиле, а другой день в Америке. То есть мы выбрали самый хороший, это честно, самый хороший преподаватель, который существует. Вот у них только сегодня была Ребетсман Малка Тагар. Она является основателем семинарии для всех американских девушек по всему миру. Она с этим началась 20 лет назад. Она, она у нас подерживает, она у нас, она у них импи, 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 репродавиот. Так что у Робина Абра Зеванья, и у Робина Учитила, который приезжает. В главе Робини Украина, Роб Акс-Родец-Черкассия, который приезжает. Воскресенье Боют, у нас Лиронедри. Я тоже инагедда, пи, репродавио. Роб Мэй Стамблер, Роб Шмуэлл будет с ними общаться. И женщины, которые у нас работают. Роб Нидаде Курцвайл и Роб Цундина Стамблер. Мы взяли самые эксклюзивные, самые, как сказать, самые высшие уровни образованные люди, которые, и педагогов, которые они могут только преподавать и поднимать их уровни. Что ж, пожелаем успехов девушках в нелегкой учебе. Мы будем внимательно следить за успехами Международной женской академии в Днепропетровске. Будем рассказывать вам о ней. И будем надеяться, что это станет только лишь этапом большого развития еврейского образования в нашем городе. И очень скоро он станет центром еврейского образования для еврейской молодежи из всех стран мира.